Елайн Спастин, Дания, во флирте с Китаем русские винят Европу. Йорген Улеруб, Елайн Спастин, Дания. 8 ноября 2019 года. Красную площадь они уже оккупировали. Орды китайских туристов фотографируют Кремль и собор Василия Блаженного и выстраиваются в очередь в мавзолей, чтобы хотя бы одним глазком взглянуть на Ленина. Они разгуливают по легендарному универмагу Гума напротив Кремля, пробуют знаменитое мороженое в рожке и закупаются модными вещами. Недавно там даже появились вывески на китайском, в дополнение к русскому и английскому. А под землей российской столицы их соотечественники бурят новые тоннели, а китайские прорабы прокладывают новые линии метро. Россия и Китай явно закрутили знойный роман, и Запад пристально следит за развитием событий. Европа Макрона не удел. Недавно президент Франции многих насторожил и даже напугал своим призывом приблизить Россию к Европе, несмотря на санкции и разногласия от Крыма до Сирии. Цель Эммануэля Макрона – не дать Европе окончательно толкнуть Россию в китайские объятия. В России же на это лишь пожимают плечами. Здесь многие эксперты уже вычеркнули Европу из списка ключевых партнеров. Что Макрон хочет остановить конфронтацию с Россией – это, конечно, приятно. Но здесь большинство относится к нему равнодушно, и я сомневаюсь, что своими высказываниями он как-то повлияет на отношения России и Китая, говорит профессор-востоковед Юрий Тавровский. В прошлом он был советником последнего советского вождя – Михаила Горбачева, а недавно на деньги Кремля основал мозговой центр «Российская мечта» и «Китайская мечта». В этом столетии борьба развернулась между США и Китаем. Россия в этой партии фигура важная, но не ключевая. Европа же не важна вообще. Торговая война между США и Китаем – это начало следующей холодной войны, которая грозит перерасти в горячую. Вопрос в том, как в этой ситуации поступит Россия, рассуждает Тавровский. 70-летний китаист беспримерным сближением России и Китая доволен. Во время июньского официального визита в Москву президент Китая Си Цзиньпинь повысил отношения с Россией до уровня стратегического партнерства, назвав коллегу Владимира Путина лучшим другом. Тесное военное сотрудничество еще в 2016 году Россия потеснила Саудовскую Аравию с позиции крупнейшего поставщика сырой нефти в Китай. В 2018 году товарооборот между двумя странами достиг рекордных 674 миллиардов долларов. Ожидается, что к 2024 году эта цифра удвоится. На оптовом рынке на окраине российской столицы – это каймека всякой всячины вроде синтетических курток. Китайская речь звучит даже чаще русской. Отсюда одежда китайского производства разъезжается в магазины по всей России. Китай заключил соглашение об импорте российского газа, однако многие в Москве считают, что из-за европейских санкций пришлось продешевить. Кроме того, своими вырубками китайцы опустошают дальневосточные леса, причем, как утверждается, с согласия продажных российских чиновников. Укрепилось военное сотрудничество, состоявшихся в сентябре 2018 года российских учениях, крупнейших за 40 лет, участвовали 3,2 тысячи китайских солдат. Посыл кажется вполне однозначным, после визита СИД 23 июля российские и китайские стратегические бомбардировщики с ядерным оружием вылетели на совместное задание. Два китайских Х-6К и два российских Ту-94МС облетели американские базы в Южной Корее. Мы чувствуем угрозу со стороны Запада. Китайцы тоже. Это напоминает эпоху Корейской войны, когда Сталин и МА в 1950 году заключили альянс. Китай тогда потерял миллион солдат. Действующих ВВС у Китая не было, и СССР его поддержал. Можно сказать, это была Третья мировая война, пусть и в ограниченном масштабе, напоминает Тавровский. В начале ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров констатировал беспрецедентный уровень доверия между Россией и Китаем. Однако вступать в военный альянс соседи не планируют, отметил глава российского МИДа. Разумеется, это изближение заметили в Вашингтоне. В январской оценке угроз бывший начальник разведывательной службы США Дэн Кауц, Дан Чаац, писал, что Китай и Россия сейчас связаны теснее, чем когда-либо с середины 1950-х годов. По словам Тавровского, многие в России и Китае считают США при Дональде Трампе бумажным тигром. США грозились бомбить как Северную Корею, так и Иран, но так и ничего не сделали. Как они отреагируют, если Китай захватит Тайвань? Вступится ли за Тайвань? Рассуждает Тавровский. Два тигра и мудрая обезьяна на пресс-конференции СИ в Москве Путина спросили, как он отреагирует на соперничество Китая и США. Он ответил старой пословицей, что если тигры подерутся, мудрая обезьяна залезет на дерево и переждет их схватку. Надо отдавать себе отчет, что о российско-китайской дружбе речи не шло никогда, отмечает другой китаист, Михаил Делягин. Сотрудничество вовсе не означает любви. Мы с китайцами очень разные. Наши двусторонние отношения полны разводов, говорит 51-го летний экономист и консультант. Он вспоминает, как СССР разозлил Китай, поддержав 1940-х Тайвань, как страны в 1969 году схлестнулись в пограничном споре, как после резни на площади Тяньаньмэнь китайцы захлопнули дверь перед советской перестройкой и как Пекин отказал России в кредите за западных санкций. Но, в отличие от европейцев, китайцы свое слово держат. Они готовы заниматься бизнесом и зарабатывать деньги, а европейцы всегда требуют, чтобы мы за что-то покаялись. Делягин, в прошлом член российского парламента и советник президента Ельцина, написал не менее 20 книг. Раньше он слыл западникам. Теперь расстался с иллюзиями. Все 90-е годы мы призывали вас к сотрудничеству, но не получили ничего. В России не найдется такого преступника или жулика, которого бы не поддерживала Европа. Мы 30 лет пытались подружиться с Европой, но нам популярно объяснили, что мы, вроде недочеловеков, говорит Делягин. Как и многие россияне, украинский кризис он списывает на западную поддержку фашистов. Лично я против Путина. Но тут такая дилемма. Нам приходится его поддерживать из-за того, как себя ведет Запад. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.